Ежевика – издревле известное и любимое человеком растение. Хотя культурное её разведение началось сравнительно недавно, нам уже известно несколько десятков различных сортов. Этот список растёт. Каждый сорт обладает своими особенностями. Ежевика может быть прямостоящей, с сильными побегами, куманика или стелящейся, плетевидной, росеника, бесшипной или ошипованной, ремонтантной. Обладать различной силой роста, размером, количеством и вкусом плодов. Лучшие сорта ежевики отличаются высокими показателями урожайности и товарного качества ягод. Неприхотливость в разведении считается не менее ценным качеством, равно как и устойчивость к капризам природы и заболеваниям. Благодаря неусыпному труду селекционеров, с каждым годом ассортимент сортов становится шире. Новейшие сорта ежевики бросают вызов старым знакомым и нередко находят себе место под солнцем на огородах, дачах и промышленных плантациях. Но для этого новому сорту предстоит проделать длинный путь от прилавка магазина к сердцам садоводов. На сегодняшний день ежевика является самой распространенной культурой в большинстве стран мира. Благодаря упорному труду селекционеров удалось вывести уже около 300 сортов ежевики. Самой большой популярностью у садоводов пользуются кустарники, которые не имеют шипов. Одним из новейших бесшипных сортов можно назвать дойл, который выведен американскими селекционерами. По слухам, эта ежевика занесена в Книгу рекордов Гиннеса за максимально высокие объемы урожая. Описание ежевики дойл – куст ветвистый, побеги горизонтальные, длиной до 4 метров шипы отсутствуют. Плоды средние, весят от 5 до 8 граммов, сравнимы с сортом лохтей. Они насыщенного черного цвета и слегка вытянутой формы. Ягоды ароматные, кисло-сладкие, приятного вкуса. Среднее созревание, длительное плодоношение. Максимальная урожайность. По заявлениям оригинатора, рекордный куст выдал больше 50 килограммов ягод. Цифра может быть завышена, но урожайность у сорта действительно на высоте. Хорошая устойчивость к грибковым заболеваниям. Средняя зимостойкость, отличная засухоустойчивость. Десертного применения, высокая транспортабельность. Плодоношение у данной ежевики начинается с конца июля и продолжается до середины сентября. На ягодных кистях в это время можно насчитать до 100 плодов, а сам кустарник обычно имеет 300 таких кистей. Именно рекордно большие показатели урожая являются главной причиной, по которой садоводы отзываются об этой ежевике в положительном ключе. Сорт во многом напоминает блэк сатин, полупрямостоячий, мощнорослый и крайне урожайный. Решив однажды посадить у себя саженцы дойла, следует осуществить эту идею ранней весной. Если по какой-либо причине у вас не получилось сделать это в теплую пору года, то допускается посадка сорта в начале осени. Но тогда рекомендуется укоротить надземную часть на 20 см и тщательно укрыть растения на зиму. Лучше всего дойл приживается на суглинистой почве и ему совсем не походит карбонатная. Перед высадкой саженцев нужно вырыть яму диаметром немного больше полуметра и глубиной 25-30 см. Обязательно вносятся органические и минеральные удобрения. В том случае, если почва оказалась глинистой, добавляется немного речного песка или торфа. Добавленные в яму удобрения необходимо смешать с землей, чтобы минимизировать прямой контакт корней саженцев с ними. Кусты и ежевики высаживаются под прямым углом, после чего корневая система присыпается землей. В этот момент нужно следить за ростовой почкой, которая должна быть заглублена всего на несколько сантиметров. Завершает процесс посадки саженцев обильный полив водой. В дальнейшем для получения стабильно высоких показателей плодоношения следует регулярно поливать растения. Возле каждого кустарника желательно вбить колышек, которому нужно подвязать ветки. Когда же ежевика высаживалась рядами, рекомендуется установить шпалеру. Когда для ежевики наступит первая осень, необходимо отвязать побеги от шпалер и пригнуть их к земле. А в зимний период лучше всего обеспечить растущим саженцам надежное укрытие. Сорт имеет одну интересную особенность. Она заключается в том, что на основных ветках образуются боковые побеги в больших количествах. Их длина даже может достигать 50 сантиметров. На таких побегах обычно бывает множество плодушек. В этом заключается секрет высокой урожайности. Кроме описанных выше преимуществ, положительные отзывы часто звучат и по поводу Устойчивости сорта Дойл к засухе Ягоды могут долго оставаться на кустах, не размягчаясь. Этим обусловлена повышенная транспортабельность ягод Дайла, которая может храниться больше недели, не теряя товарного вида. Ещё один бывалый урожайный американец – сорт ежевики Честер. Помогите нам узнать что-то новое и полезное для сада и огорода. Делитесь в комментариях и задавайте вопросы. Оцените видео, если оно вам понравилось. Поддерживайте канал подпиской и лайками. Это очень важно для нас. На сегодня это всё. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok